Ракия, мусака Мы желали, что познакомимся сегодня с кухней греческого народа. И для этого мы с вами пришли в гости к Анастасиусу. Что сегодня будем готовить? Что у нас в меню? Мы приготовим ризотто из шпината. Ризотто просто, чтобы людям было проще понять. Это просто рис с зеленью. В нем много протеинов за счет сыра фета и оливкового масла. Второе будет блюдо на завтрак. Это будет рисовый пудинг с кардамоном и корицей. Звучит интересно. А что у нас на столе? Начнем мы с оливкового масла и чеснока. Потом положим рис и белое вино. А потом зелень. Есть ли разница использовать белое вино или красное? Да, потому что именно белое вино поможет нашим ингредиентам сохранить форму, а также придаст нужный вкус. Греческая кухня – это традиция. В ней много мясных блюд и блюд из морепродуктов. Но также эта южная страна славится своими вегетарианскими блюдами. Для приготовления нашего ризотто вначале нальем в кастрюлю оливковое масло и нарежем лук с чесноком. Как мы все знаем, оливковое масло, пожалуй, самый главный ингредиент в Греции. В Греции, в Палопонсисе, откуда я и приехал, кухня не подвергается влиянию других народов. Самое важное – это оливковое масло. Это база, потому что мы не используем сливки. Расскажите, как давно вы сюда переехали? Примерно два с половиной года назад. Не так давно. А почему, если не секрет? Моя жена латышка, поэтому... Романтично. Да, большинство греков, которые тут живут, переехали из-за латвийских девушек. А чем вы тут занимаетесь? У меня тут кафе, не ресторан, потому что там такие блюда, которые в Греции готовятся дома, не в ресторане. Все секреты приготовления передались повару от родителей и от бабушек. Позже добавил кое-что и от себя. Итак, лук и чеснок на сковороде. Теперь приступаем к зелени. Первым будет укроп. Как часто вы ездите в Грецию? Так получилось, что все время, что я здесь, я не могу уехать. Вот такая проблема, что как только ты открываешь что-то свое, тебе нужно постоянно находиться тут. Дальше будем ждать несколько минут и засыпаем рис. Когда рис достигнет нужной нам консистенции, добавим к нему вино. Семья в Греции очень важна. А вот какая, по-вашему, самая интересная традиция? Родители хотят остаться с детьми навсегда. То есть все живут вместе? Да, они достраивают второй, третий этаж и живут. Когда блюдо томится в кастрюле, не забывайте его помешивать, чтобы масса стала нежной и почти однородной. Это блюдо самое традиционное для Греции? Это одно из традиционных вегетарианских блюд. 70% греческих блюд именно вегетарианские. А вот мясо больше для воскресных встреч. Или же для праздников. Вот если говорить про праздники, какие самые основные праздники у вас? Самое главное – это 28 октября. Это национальные праздники. И 25 марта. Именно в этот день греки отмечают День независимости. Так, вернемся к нашему блюду и добавим вино. Понадобится нам белое сухое вино. А у вас есть традиционные посиделки? Да, это в основном по воскресеньям. Вся семья с соседями, друзьями собирается вместе. Так сейчас время воды. Нужно помешивать каждые 2-3 минуты, чтобы ничего не пригорело. За окном уже лежит снег и вообще скоро Рождество. Но что происходит в это время в Греции? Что ж, мы идем на шопинг, а еще готовим рождественские сладости. У нас их два вида. Медовое печенье – это традиция еще с античных времен. И вторая сладость – курабьес. Появилась от влияния восточной кухни. Это масляный десерт с сахаром и орехами. Сладкая на десерт – неотъемлемая часть греческой трапезы. Ну а сейчас нам понадобится шпинат. Его кладем, когда будет готов рис. Резать его не надо. Тут нужно соблюдать особое отношение к этому ингредиенту. Существует какое-то определенное правило, как подготовить шпинат. Можно использовать замороженный шпинат, но свежий всегда лучше. Нам нужно убрать горечь. Мы положим туда соль. Потом начинаем его тщательно перемешивать и при этом сжимаем. Также можно просто положить шпинат и соль в полотенце и скручивать его. Теперь отложим шпинат и переступим к рисовому пудингу. Готовится он довольно легко. Вначале наливаем пол-литра воды и пол-литра жирного молока в кастрюлю. Традиционно это пудинг. Кладутся жирные сливки, но я предпочитаю кокосовое молоко. Вот когда едешь в Грецию, какие продукты обязательно нужно привезти? Оливки, но именно зеленые, потому что черные, а не крашеные. Для того, чтобы они почернели естественным путем, во всех странах нужно ждать декабря. И стоить они будут примерно 30 евро за килограмм. Теперь добавим примерно стакан риса и столько же сахара. Время приправ. Теперь положим корицу и мою любимую специю кардамон. Какие вообще специи обычно используются в Греции? Это мускатный орех, чеснок и корица. Это мы используем почти во всем. Теперь ставим кастрюлю на плиту. Сначала на большой огонь, чтобы все закипело. Мы уже с вами поговорили и про семью, но давайте поговорим про обычаи. Что-то интересное, потому что менталитет в Греции абсолютно другой. Да, абсолютно другое. Для меня это была проблема на момент, когда я приехал. Молодое поколение другое. Ну вот, например, идешь в магазин, выходит человек, я держу ему дверь. Он проходит и даже не говорит простое спасибо. Это, конечно, может случиться везде. Одно из важнейших элементов этого блюда – это цедра двух лимонов и сок одного лимона. Это касается всех фруктов. Когда мы хотим выжать сок, нужно сначала дать им побыть в комнатной температуре. А лимон нужно еще немного прижать, чтобы было больше сока. Это последний штрих. Теперь убираем огонь и даем блюду немного потомиться. Помните, если шпинат становится коричневатым, он потерял свой протеин. Для нашего ризотто со шпинатом в кастрюле разогрели оливковое масло, обжарили лук, чеснок и укроп. Потом добавили рис и вино. Когда масса стала однородной, залили пол-литра воды и доводим до кипения. Теперь добавим шпинат. Оставим готовиться на 20 минут. В конце добавим цедру и лимонный сок. Теперь выключим плиту и дадим блюду дойти пару минут. Для риса у пудинга в кастрюлю налили пол-литра воды, молоко простое, кокосовое. И также положим рис. Теперь добавим сахар, корицу, кардамон и поставим на плиту. Когда масса закипит, убираем огонь и помешиваем вплоть до готовности. Ну что, наши два блюда готовы. Как вы поняли, их делать очень быстро. И это, значит, греческое ризотто, которое очень полезно. И если вы вегетарианец, то оно создано исключительно для вас. И также это вот такой вот быстрый завтрак. И последним штрихом будет, конечно, украсить, то есть довести до красоты наши два блюда. Как будем украшать? Это блюдо уже украшено, но что лучше использовать для этого? Когда блюдо готово, просто нарезаем дольку лимона и немного укропа, оливковое масло и, если хотите, сыр фета. А что насчет завтрака? Традиционно это много корицы или какие-то фрукты. Отлично, но что же для вас эти блюда значат? Это воспоминания о моем детстве, особенно рисовый пудинг. А ризотто можно есть хоть каждый день. Как сказать на греческом «приятного аппетита»? Калерекси. 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 Калерекси.